Здравствуйте, я Наталья Макдональд, представляю вам прямое включение из Сидноя на дукоскопе Терии. Многие все еще думают о том, что приготовил четвертый квартал для австралийских рынков. А вот мой сегодняшний гость уже строит планы на 2017 год, и он считает, что это будет очень хороший год. Итак, я пообщаюсь с Мэйтоном Сумасандарамом и с компанией Бэйлью Хост, как раз в преддверии публикации данных об уровне ВВП Китая. Мэйтон, добро пожаловать на Дукоскопе ТВ. Рада снова видеть вас. Спасибо за приглашение. Итак, учитывая, что Федеральный резерв, скорее всего, уже не будет повышать процентные ставки в этом году, а ситуация в Китае, скорее всего, оставит свой отпечаток в мировой экономике, как это все повлияло на ваши ожидания по поводу четвертого квартала? Мне кажется, этот квартал будет интересным, так как вероятность повышения процентных ставок в декабре снизилась с 70%, как было отмечено в августе, до 30%. И процент вероятности снижается с каждым днем. Если мы вернемся к первому кварталу, то увидим, что, согласно статистике, первый квартал года всегда относительно слабый. А во втором квартале экономика начинает всегда расти активнее. Вопрос в том, хотят ли они повысить ставки в этом году, а затем начать постепенный процесс нормализации в следующем. Вероятно, это будет самым мудрым решением. Если они не начнут процесс ужесточения монетарной политики в ближайшее время, то сами себя загонят в угол. В любом случае, повышение процентных ставок будет происходить постепенно и займет немало времени. Участники рынка уже сейчас начинают понимать, что процесс нормализации монетарной политики будет длительным. В этом контексте участники рынка становятся все более оптимистичными. Что касается Китая, то сегодня мы должны получить свежие экономические данные, которые и предоставят нам информацию о текущей экономической ситуации. Но и эти данные можно воспринимать по-разному. Если показатель роста уровня ВВП будет ниже 7%, то некоторые могут воспринять это как негативные новости и действовать соответствующим образом. Для других же такие данные покажутся положительными, так как экономика страны все еще продолжает расти солидными темпами. Если мы действительно увидим такие цифры, то первичной реакцией участников рынка, скорее всего, будет паника. Но затем они начнут разрабатывать дальнейший план действий. При этом правительство уже знает, какими будут эти данные и планирует свои действия в соответствии с ними. Лично я полагаю, что показатели роста уровня ВВП будут чуть ниже 7%. В целом мои прогнозы на 5 лет достаточно оптимистичные. В течение этого периода цены на ресурсы, скорее всего, не повысятся, но по крайней мере рестабилизируются. Поэтому я считаю, что в целом в четвертом квартале ситуация на рынке Австралии будет положительной. В последнее время объемы торгов на рынке были ограниченными, учитывая повышенную неуверенность, связанную с США и Китаем. Как вы считаете, увеличится ли объемы торгов на рынке в последние месяцы этого года? Это вполне возможно. На данный момент существует очень большое количество неразрешенных вопросов, и это оказывает свое влияние на рынки. В принципе, в США ситуация более или менее понятна. После публикации свежих экономических данных Китая мы получим больше информации о состоянии экономики этой страны. Кроме того, вскоре мы получим данные от Вестпак об объемах кредитования жилищного сектора. И, соответственно, узнаем, как обстоят дела в банковском секторе Австралии, который составляет 30-40% от экономики. И если эти данные будут положительными, то они, несомненно, окажут поддержку рынка. Мы уже получили столько негативных новостей, что все уже не так сильно на них реагируют. Поэтому, если инвестор ищет достойную прибыль, он обращается к рынку акций. В целом, я полагаю, что следующие 2-3 месяца будут весьма удачными. Что вы думаете о базовом индексе австралийской биржи? Ранее в этом году мы с вами говорили об отметке в 6 тысяч, а сейчас он уже опустился ниже 5 тысяч. Что вы думаете об этом? Я все еще думаю, что этот индекс достигнет отметки в 6 тысяч в следующем году. Еще 2-3 года назад мы составляли долгосрочные прогнозы, и тогда указали цифру в 6,5 тысяч на следующий год. Затем мы понизили эти прогнозы до 6 тысяч 100. И мы все еще считаем, что индекс сможет достичь этой отметки. Если посмотреть, как сейчас обстоит ситуация с доходами по процентным ставкам и с дивидендами, то я полагаю, что мировые рынки ждут, пока курс нашей валюты стабилизируется. Недавно курс австралийского доллара снова повысился до 73. И уже сейчас можно сказать, что риски понижения курса валюты довольно ограничены, особенно если Китай придумает план по выходу из текущей ситуации. При текущих рисках курс может опуститься до 60, и, скорее всего, он стабилизируется на отметке в 60-70. Даже если это и произойдет, то международные инвесторы все равно не откажутся от Австралии, потому как здесь они могут получить 6-7% прибыли вместо 2-3%. Потому мы и считаем, что индекс ASX не только достигнет отметки в 6 тысяч, но, скорее всего, и превысит ее. Но задержится ли он выше 6 тысяч? Для этого мы должны увидеть усиление экономического роста. Но сейчас большинство экспертов считают, что этого не произойдет до 2017 года. В 2016 году главную роль будет играть прибыль, а вот в 2017 мы увидим переход инвесторов от прибыльных к качественным акциям. В целом, я оптимистично настроен по отношению к 2016 и 2017 году. Учитывая все вышесказанное, как вы считаете, в этом году мы увидим рождественскую восходящую тенденцию? И если да, когда это произойдет? Традиционно в рамках экономического цикла на австралийском рынке крупные игроки, такие как крупные банки и фонды, начинают выплату дивидендов в начале октября. Это уже произошло, и на этом фоне цены немного повысились. Затем, когда наступает время отчетности в США, начинается всеобщая паника. Это также уже случилось, и на этом фоне цены, конечно, немного снизились. За этим следует вышеупомянутая рождественская восходящая тенденция. Мы уже практически достигли этого момента. Риски, связанные с публикацией данных США, уже исчерпали себя, так как они не содержали большого количества негативной информации. Если правительство Китая разработает достойный план для решения текущей ситуации, то в целом ситуация выглядит положительно в экономике Австралии. Недавно произошла смена правительства, и это оказало положительное влияние на настроение инвесторов. Настроение однозначно улучшается. Сейчас инвесторы начали более внимательно изучать некоторые макроэкономические данные. Это означает, что начало 2016 года может быть шумным. Даже если в 2016 нас ожидает спад, то в 2017 – восстановление. Даже если участники рынка видят снижение экономических показателей на год вперед, то их может успокоить перспектива экономического роста в 2017 году. Перемены в правительстве оказали очень положительное влияние на строение инвесторов. В целом, я оптимистично настроен по поводу рынка в Австралии. Мэйтан, спасибо за ваши комментарии. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество эксклюзивных интервью из сердца Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...